Шоколадный кисель, торт из черного хлеба, анковский пирог. Лев Толстой всегда любил вкусно поесть. На старости лет русский писатель стал вегетарианцем, но его супруга Софья Андреевна продолжала творить кулинарные шедевры. Ее рецепты ученики 16-й школы получают за правильные ответы в викторине. На этом знакомство с Толстым не заканчивается. Очень многие самарцы обязаны Льву Николаевичу Толстому жизни, потому что когда был голод, именно Лев Николаевич Толстой и своими средствами, своим авторитетом собирал и деньги. Вот эти накрывали знаменитые так называемые голодные столы. То есть это и для России, и для мира, и для России, и для Самары особая фигура. В честь 190-летия со дня рождения Льва Николаевича областная юношеская библиотека проводит знакомство с русским классиком. Образ писателя раскрыли и великие живописцы. Крамской изобразил Толстого с глазами-буравчиками, Ге наоборот с опущенными глазами. У Репина Толстой представлен как мыслитель. Школьники увидели и кинохроники, и единственную цветную фотографию, на которой запечатлен Лев Николаевич. Я узнала очень многое об этом фундаментальном писателе, и я рада, что такое мероприятие было проведено. Начиная от рецептов, заканчивая его биографией. Самое полезное для меня было увидеть настоящую цветную фотографию Льва Толстого, и я считаю, что полезно было узнать новый рецепт. После погружения в кухню Ясной Поляны и семейной жизни Толстых, ребята решили опробовать рецепты. Говорят, вечером будут угощать родных цыпленком, а после вкусного ужина, может, наконец, и осилит войну и мир. Даниил Лычко, Григорий Плешаков. События.